А может быть забудем PlayStation Experience И сбежим У нас одна Консоль И одна только жизнь А может быть забудем PlayStation Experience И сбежим Навсегда Забуду Инди Любимое мое Твои имена Инди Любимое мое И непобедимое Консоль Именно мое Именно мое Именно мое Имя Максим Иванов Я редактор Канобу А именно его Именно его Именно его имя Павел Пивоваров И именно ваш Любимый подкаст Не занесли На 50% И на 100% Именно ваш Любимый Подкаст 22 выпуск Между прочим Гуси-лебеди И по большому счету У нас всего Две больших Зато темы Это прошедшая Награда Видеоигровой Оскар VGA В котором Произошло много Наград Много скандалов Много слез Было пролито Мы его обсудим А также PlayStation Experience Одна из самых Выдручающих конференций За последнее время Индия 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 Мы знаем Что вы любите Начинаем И давайте Начинаем С выставки VGA Video Game Awards Которая Кстати Также называется VGA VGA Икс И Не пенсор Это вообще ТГ Ребята Определитесь Пожалуйста Что происходит Что это Затем Обстанно Брать новые Названия Для выставки Игра Мир Игра Вселенная Игра Юниверсити Иг Ну Почему мы так Не делаем Почему там Так делают Одно название Одно должно быть Тем не менее Престижная премия Которые выручают За престижные Видеоигры Престижным людям Престижные люди И Внезапно Внезапно Там происходит Много интересных Интересных анонсов Начнем мы с них Наверное Да Максим Да Ну для тех людей Которые не следили За VGA В этом году А много кто не следил Потому что 5 утра Ну кому Ну 5 утра Мы даже с тобой Не встали Чтобы все это Прокомментировать Хотя мы обычно Не ленимся Ой Ну нет Почему Почему сразу Такой негатив Мы же с тобой Практически все Маломальски важные Конференции Выставки Мы с тобой Комментируем В прямом эфире Но это мы не комментируем Поэтому наша официальная позиция Что это не премия А ссанья Премию посетили Важные люди Вроде Марка Хэмилла Кифера Сазарленда Который Один играл Люка Скайуокера Другой играл Снейков Метал Дир Солид Даже его позвали Но вот Кого не позвали Мы это обсудим Чуть позже Итак Первый важный анонс Который состоял С которого Явно никто не ожидал Потому что Действительно неожиданность Обычно такие вещи Как-то более-менее Где-то всплывают Что-то начинают Звучать какие-то слухи Мы чувствуем дым Мы можем предугадать Появление вот этого Чего-то Мы чувствуем это в земле Мы чувствуем это в воде Мы чувствуем это В воздухе Вот И в этот раз Запахло Бэтмена Ты чувствуешь этот Запах немытого тела Я чувствую это Бэтмен запомнит это И как вы уже могли понять Одним из самых Неожиданных анонсов Этой премии Стала игра Про Бэтмена От Тейл Тейл Никто не знает Что именно это будет Как это будет выглядеть Все потому что Никто не знает Как это будет выглядеть Что это будет В каком жанре Неужели это будет Точно такой же Интерактивный сериал Как и другие Интерактивные сериалы От Тейл Тейл Ну путь странный Если Тейл Тейл возьмет И сделает Мобу по Бэтмену Стратегия Реалтаймовая Ты за Альфреда Будешь распределять Ресурсы Бэтмена И охеревать от того Что чертов миллионер Опять все спустил На шлюх Он опять разрушил Гок город Нужно срочно Взять кредит Нужно сделать займ Так что это за расходы Он опять Занизил свой Бэтмобиль И затонировал Его зачем то На самом деле Это будет странно Потому что Как это должно Выглядеть Там типа Эй Альфред Дай мне мой Бэт Кога Такой Нет мистер Уэйн У нас есть только Диалоговая система Нету когтя А А Бэтмобиль Можно я буду Крушить Готом Нет 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 У вас и Только диалоговая система Такой чертов Альфред Бэтмен запомнит это Мистер Уэйн Я несколько раз Вам повторял Что эти разработки Доступны В настоящих Играх про Бэтмена Где вы можете Управлять персонажем А не просто Выбирать Что Кому нахамит Бэтмен в этот раз И после этого Он просто Будет наверняка Опция Заехать Альфреду В щи Борщом Ничего Внятного Нам не рассказали Какой невразумительный 40 секундный Тизер Ты играл В игру Престолов От Тейл 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 Ты более-менее Представляешь Потому что я Ни одной игры От Тейл Тейл Своими руками Не трогал Я и Сэма и Макса Играл Я считаю Что Сэм и Макс Это лучшее Что делало Тейл Тейл Ты же можешь Предположить Что вообще Как бы там Будет происходить Что там будет Как бы О чем это будет А может быть Вообще будет Не про Бэтмена А как сериал Готэм Знаешь Возможно Но я думаю Там логотип Бэтмена И при этом Сериал Готэм На это как-то Не делает ставки Готэм это сериал Про Готэм Про людей Населяющих Готэм А тут Бэтмен Это Тейл Тейл Видеогейм Сириас Это название Самое Есть Волф Амон Гасс И он довольно Экшеновый Может быть Бэтмен тоже Будет таким Я думаю Бэтмен Это величайший В мире детектив Я думаю Что Бэтмен От Тейл Тейл Будет во многом Полагаться на Квестовую часть То есть Расследование Расследование Да Мы это видели В Зе Волф Амон Гасс Где мы играем За детектива Который точно так же Расследует паранормальные Дела И возможно Бэтмен Возможно Бэтмен будет точно так же Использовать Все эти свои Технические причиндалы И в принципе Эту составляющую Игр про Бэтмена Мы уже видели И в Архам Ориджинс И в Архам Найт Тогда Бэтмен Рассанавливал События Преступления При помощи своей Бэттехники Это любопытно Да В любом случае Это любопытно Потому что Больше игр про Бэтмена Богу Бэтмена Я вообще не против Так Лара Крофт Повернись к лесу задом Ко мне передом Не-не-не-не Ко мне задом Туда передом Не подожди Я не могу И так хороша И так хороша Это же бомба Просто вообще Это же Это игра Ну я так и не наложил Что так? Что так? Живу Я не наложил Свои грязные лапы На мою сладкую кошечку Лару Крофт Пока что Но Это ДЛС Обеждает меня Что надо сделать Это как можно быстрее Что это ДЛС С Бабой Егой Босс Избушка На курьих ножках Это же просто Борба Которая пышет Огнем Которая Прорубается Сквозь леса Как какой-то Тираннозавр Из парка Юрского периода Это же обалденно То есть понимаешь Но разработчики Они действительно Они внимательно Относятся к нашей культуре Да То есть это не просто Вот та история Где Типа давайте там В Сибирь закинем Что там Сибирь Снег Медведи Все Очень внимательно Относятся к нашей истории Они перепутали расположение Вот этого города Вымышленного На 100 километров Примерно Короче Ну как бы Они загнались Они вносят Какие-то Ну то есть Это русскоязычный контент Это контент Ну для нас приятно Мы читали про эту сказку А теперь Лара Крофт В этом находится Мама Это очень круто Да это круто Ну да Ладно Даже я выключу На секунду Говноеда Хотя я все еще считаю Что Лара Крофт Вот этот Тумрейдер К черту Иди ты Со своим Тумрейдером Серьезно Потому что Uncharted Есть Он будет Весной И у вас особое отношение С Дрейком Я их не буду Тумрейдер продалась Нищенским Абсолютно Тиражом И нахер Она никому не нужна Все знает Кто король Она вышла на нищенской консоли Xbox One Да какая разница Сейчас она выйдет на PC И все будет ок Она выйдет на PlayStation И все будет ок Ой на PC будет ок Ну да Ну да Продажи на PC будут ок Ладно Она выйдет на PlayStation И будет ок Существование Вот этого жалкого Подобия Настоящего Неповторимого оригинала Оправдывает только Уже даже название Вот этого DLC Баба Яга The Temple of the Rich И они реально называют ее Баба Яга Ты слышал это в трейлере Как они такие Баба Яга Is coming Ну так это Ну Баба Яга же Это круто Да и Ну как это Баба Яга Баба Баба с Ягой Is coming О нет И потом Лару Снова петь Судя по тому Девочка с челкой Посреди леса такая Эй а ты не знаешь Где-то с концертоматой И Лара Кроф такая О нет О нет И сентябрь начинает гореть Где-то Я знаю что это разные группы Мне насрать Ну классно Я за таким Первая причина Играть на Xbox One Для меня Первая за всю историю Xbox One Это то что там Там появится Rocket League И не просто Rocket League От сука Впервые я понял Эту боль Эксклюзивные машинки Потрясающе Эксклюзивные машинки Одна из Gears of War Вторая из Halo Почему их не будет В других платформах Внимание Внимание Дисклеймер Я Как Один Пятьдесят процентов Этого подкаста Не понимаю Кому Эти ебаные машинки Вообще могут быть Интересны Неужели ты реально Настолько весел Что ты Сколько у тебя Наигран уже Там Шестьдесят часов Шестьдесят часов А Ведьмака Сколько Сто пятьдесят То есть Ты уже Наверное Треть Они сравняются Кошмар Что такого Невероятного В Rocket League Макс Макс Ты просто Тебе просто Надо в это Хотя бы Один раз Поиграть Чтобы не казалось Нет Заинтересуй меня Потому что Каждый раз Ты мне рассказывал Про ротик Третьгу Тебя когда-нибудь Интересовал футбол Нет Ты когда-нибудь Смотрел на людей Которые просто Орут с футбола И брутся с него Я видел их Ты понимаешь Какой мой хуй Я понимаю А теперь у тебя есть Видеоигра Где тебе будет Так же Охуй Независимо С того Нравится тебе Футбол Или нет Ты сможешь Испытать Весь этот Тор Весь этот Хэп Все Это Наслаждение Когда Тут почти Гол А тут Промахнулись А тут Вроде Сливали И вытащили То есть Это То что Дается Футбольный Симулятор Фанатам Футбола Только для этого Не обязательно Знать Команды Расположение Игроков Тактики Ты просто Берешь машину И ху** И орешь Орешь Во весь голос Ты будешь Всю квартиру Ты будешь Весь дом Криками Сэйви Дима Дима Ааа Красавчик Давай Давай Да Мы забили Мы вытащили То есть Это Пробуждает Настоящие эмоции Я понял своего отца Который обожает футбол Я понял своих друзей Который обожает футбол Я не хочу Интересоваться футболом Командами Составами Кто кого куда продал Я просто играю в Рокатлиг И я ору С того количества моментов Ты можешь Сохранить матч Прямо там И посмотреть его на движке И каждый раз Приходя на работу Я такой Пацаны смотрите У меня вчера была игра И поиграв час в Рокатлиг Полчаса в Рокатлиг Я могу уже что-то показать Показать что Смотрите Как я здесь вытащил Там я забил То есть игра Которая дарит моменты Огромное количество моментов Ее хочется сохранять Показывать Распространять И Самое классное Она затягивает быстро Потому что матчи Идут по 5-7 минут То есть это игра В которую можно зайти Когда ты ждешь Пока твоя девушка Собирается Да там Пока у тебя По частям Да пока Как жидкий терминатор После вчерашней пьянки Такая Даже дверь не открывала Джон Даже дверь не открывала Знаешь просто Под дверь вот так протекла И в одежде В кровати Да Так что Блин Макс Надо просто попробовать Попробовать Поорать И пропелеться Объясни мне Если это Во-первых А У меня два вопроса Похоже ли это на футбол Из Реймон Леджендс Это лучше чем футбол Из Реймон Леджендс По фану Это лучше чем футбол В Реймон Леджендс Он был простым И веселым И понимаешь Это игра Которая вот Она В курсе принципа Blizzard Из To learn Hard to master Потому что Начинаешь Влево-вправо Гастурмус Прыжок Все Потом Через какое-то время Ты уже понимаешь Что ага Я плохо бью Мне надо потренироваться Точнее удары На этот мяч Надо было зайти отсюда А тут еще можно И летать На закись азота В общем Это Бесконечный мир Который Ну Это просто надо поиграть Поиграть Или хотя бы вот Плотно посмотреть Как кто-то играет На моей старой работе Просто заходил Звукач В монтаж Вот так Ребят Я звук скинул А что это у вас тут Садился Смотрел Болел за то Как мы все комнаты играем Вместе с нами Орал И искренне радовался Когда мы выиграли Хорошо Мне страшно предположить Какой около футбол Выстроен вокруг этой игры Ооо На самом деле Иногда хочется найти Поэпику И набить Я нашел Нашел на самом деле Причину По которой Это не может быть футболом Ну-ка Во-первых А где Блаттер А А где Блаттер Во-вторых Как ты фаер Принесешь Вот на это поле Фаер Макс Ты пронесешь Как фанатка Зенита В своей жопе И он взорвется Когда ты просрешь Каким-нибудь Сэмми Про Сам будучи про Или ветераном Ребята Если у вас есть Xbox One Теперь вам есть Во что играть Я вас поздравляю А кстати Это одна из немногих игр Где есть кроссплатформенный Мультиплеер Так что Хуанщики Я вас жду В 7 На стадионе Слушай Честно говоря Я так устал От новостей Про Хидео Кодзимы И Канами Мне это так надоело Макс Мы действительно Должны это обсуждать Да Окей Его не пустили На ВГА О боже мой Давайте все будем ныть Как это плохо Какие Канами плохие Ну и что дальше Ну на самом деле Это какое-то форменное Безобразие Потому что Одно дело Уволить человека Или Не знаю Другое дело Запрещать ему Получать ту премию Которую он Действительно Заслужил Я понимаю Что Видимо Канами Пытается Теперь Дистанцироваться Как-то От имени Хидео Кодзимы Хотя Глядя на Metal Gear Solid 5 И количество имени Хидео Кодзима Которое было везде Игру писал Хидео Кодзима В игру Другое дело Это Какие-то Престижные Награды Потому что Мы уже Не в СССР Чтобы Кому-то Запрещали Выезжать За границу Брать Нобелевские Премии Конечно Он же В другой Стране В Японии Не в СССР И даже Не у нас Но Если Твоя Игра Над которой Ты усердно Трудился В течении Кучи Кучи Лет Получает И выигрывает Сразу В двух Номинациях Получил В том числе За Лучший Саундрек И лучше Экшн Адвенчура То Ну как Как Можно Не приехать И Видимо Из-за того Что он Все еще Связан С Канами Какими-то Облигациями Правами Какими-то Контрактами Он Его просто Не пустили Доби Не дали Носок И Он В итоге Не свободен Это 12 лет Рабства В исполнении Хидео Кодзимы Мне кажется Что его На самом деле Вот этот Все время Как Все это Время Что мы О нем Не особо Все это Время Что мы Его не Видели Пару Месяцев На самом деле Уже После этого Скандала Он Все это Время Сидит В клетке Ему Похлебку Просовывают Или там В лицо Просто ему Вот так Вот Горячую Плещут И Он Бедный Да Сидит С какими-нибудь Цареубийцей Джейми Ланнистером Которого Держали Долгое В клетке Это Это печально И Почему Вместо Хидео В итоге получал Награду Какой-то Совершенно Случайный Пиарщик Канами Это безобразие Я считаю Опять же Кого ебет Конечно Что я считаю Но Канами Вы Проеб*** Вообще Все Вообще Все Вообще Все Канами Все Канами Я собираюсь На VGX Мне там Вручат Премию Нет Хидео Я не хочу Чтобы ты ехал Да Но Почему Там будет Много Бахатливых Компаний Которые Хотят Тебя Я не хочу Чтобы ты С ними Общался Да Но Это Очень Важное Событие Нет И Точка Да Я больше Не хочу Говорить Вообще Не трогай Меня Канами Кажется Нам Надо К семейному Психологу К ху** Ному Ху** Лого И Вообще Как ты Выброс Из клетки Итак Оскар Гос 2 Рокет Лига Рокет Лига Оказалась Лучшей Инди Игрой И Сони Вам Надо Поучиться Как делать Вот это Инди Игры Вот это Хорошие Инди Игры А не то Что вы Там Показываете Себе Ты играл в Хи***сторию. У меня немного... Тут написано Хи***сторию. И меня смущает этот интерактивный кинодетектив. Ну, всё, что посмотрел я на неё, увидел, что это в каких-то странных девах на обложке, причём они не нарисованы, а, судя по всему, это реальная съёмка была, поэтому я прошёл мимо. Мне это всё очень напомнило рандеву с незнакомкой, судя по обложке, поэтому я просто подумал, что я не аудитория этой игры. Приз за лучшую актёрскую работу в играх получила жаркая тётечка Вива Сейферд за роль жаркой-жаркой Квайт. Жаркой и молчаливой, потому что Квайт никому не расскажет, что ты с ней делал. Но она может показать на кукле. Но, с другой стороны, нам как раз-таки Вива показала то, что даже если у вас нет абсолютно никаких слов, то даже при помощи мычания вы можете сыграть так, что вас потом отметят на наиболее престижной премии. в рамках видеоигр. Лучшей игрой была признана Лара Крофт. Давай не упускать важные моменты. Лучшей мобильной игрой была признана хорошая Лара Крофт Гоу, которую я вам могу посоветовать, потому что это отличная игра. Потому что Hitman Go, по-моему, вышел в том году ещё. Нет? Ну, в общем, Life is Strange, который, кстати, я подкупил, и собираюсь пройти выделой номинации Games for Impact среди социально значимых игр. Вот так. Потому что проблема девочек хипстерш... Остро-социальная. Остро-социальная. Так уж будет. Ori and the Blind Forest – лучшее художественное оформление. Игра выглядит действительно потрясающе. Это просто, это просто, она так... Я запустил её, смотрел, какая она красивая, и закрыл, но она была очень красивая. Я не стал в неё играть, но она была очень красивая. Ну, в своё время наш сайт Канобу.ру поставил Ori and the Blind Forest 10 баллов. И, в принципе, это о многом говорит. Лучший мультиплеер года внезапно получила игра с Платон. Ну, не так уж и внезапно. Потому что с Платон многие, очень многие хвалили, и в том числе за мультиплеер, которые... Люди, у которых есть Wii U, хвалят всё, что есть на Wii U, потому что у них ничего нет, кроме того, что выходит раз в два года на Wii U. Нет, ну, с Платона, в принципе, она довольно весёлая. Потому что Макс Чумин, наш автор, рассказывал мне о том, насколько весело было в это играть, и что это довольно необычный шутер, даже с точки зрения того, что там... Твоя цель – не настрелять как можно больше врагов, а ты играешь за кальмарчика, которому нужно закрасить наибольшую часть вражеской территории, покрыть эту землю семенем, как собирался сделать сын Каладрога и Калисии, но в итоге... Зачем? Зачем кальмарчики закрашивают территорию? Ну, потому что они могут делать. А ещё, если они закрасили эту территорию, то они быстрее по ней ездят. Battlefield Hardline соснул. Ладно, это понятно. Call of Duty... Ну, почему Star Wars Battlefront хуже, чем кальмарчик, который красит территорию, понимаешь? Ну, это игры для разных аудиторий. Платун инновационная в чём-то. Это премию, которая просто взяла вот и всем штурмюкам нововеселенной вот в лицо поводила, понимаешь? А не в шлемах, это нормально! А с миножем просто... Вейдер делает так же. А вот кальмарчиков, вот Люку Скайуокеру в лицо втёрли, понимаешь? И закрасили его говном с ног до головы. Не знаю, или я просто не люблю видео. Но если бы она была игровой консолью, наверное, она мне нравилась бы. Мне нравится делать вот так. Ви-ю, ви-ю, ви-ю! Сразу хочется кого-то спасти. Например, эту консоль! И приз за лучший саундтрек получила Metal Gear Solid 5. Не знаю, что это за игра. Ты знаешь, что это за игру? Metal Gear Solid 5? Про металлистов, которые солят... Достаточно солидных металлистов. Их пять! Это группа! Это группа. Death Clock. Нет, их там было пять, да-да-да. Братство Кассицы. Да, и также МГС-5 признан лучшей экшн-адвенчурой, но... Ну, об этом мы уже сказали. Где мой Arkham Knight? Почему это лучшая экшн-адвенчура? Потому что это не лучшая экшн-адвенчура, но об этом мы поговорим в итогах 2015 года. Вот вам небольшой титер. То есть, Максим Иванов обосрал всех, кто... Все жюри. ТГ, что бы там ни было. VGX, TGA, VGA. Определитесь, б***ь, уже. И главная игра этого года... Парам-парам-пам, но хотя бы тут мы с Максимом угадали. И согласны. Более того, по крайней мере, я. У меня никаких нареканий нет. Давайте отобьем барабанную дробь. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И в VGA уходит в ведьмаку. Ведьмаку, да, точно. Ведьмак 3. Ведьмак 3. А ты что сказал? Ведьмак 3. Ведьмаку. Но нервит выходит на сцену. Такой кланяется. Спасибо, мама. Спасибо, папа. Которых у меня никогда не было. Ха, я просто порубил их так же, как этих монстров, на которых я набил вот эти мужественные польские руки. И так же, как я порубил бы всех родственников членов жюри, если бы они не голосовали за мою игру. Да. Да. Наконец-то вы, б***ь, научились. Из двух зол я всегда выбираю награду. Ха-ха-ха. Так что, ну, я думаю, здесь справедливо. Справедливо, логично. Ну, справедливость для всех своя, но меня больше интересует то, что на американской награде игру года наконец-то отдали польской игре. А что, не должны были отдавать польской игре? Нет, должны. Просто это не попытно. Кто-нибудь когда-нибудь мог подумать вообще о том, что польская игровая индустрия дорастет до того, что будет вот прям из-под носа уводить у остальной американской индустрии, которая является чуть ли не главным производителем продуктов в рамках видеоигр и при этом отлично себя чувствовать? Ну, а кто-нибудь мог подумать, что в 2015 году лучшим мультиплеерам будут кальмарчик? Ну, как бы... Это резонно, но я считаю, что Ведьмак заслужил, и я очень рад за поляков. Кому как-то не ему давать. И, на самом деле, RPG это важный RPG для людей, которые любят игры большие и серьёзные. Это всегда праздник, радость. И Ведьмак однозначно игра года. И, думаю, здесь сомнений ни у кого быть не должно. У нас на следующий год ни одного крупного эксклюзива, кроме Uncharted 4. Аудитория сожрёт нас с потрохами. Что делать-то будем? Где брать ААА-игры? О, мы нашли выход из этой ситуации. Притворимся, будто мы, издатель с большим сердцем, и всей душой переживаем за Индию. А для того, чтобы убедить самих игроков, мы сняли вот эту замечательную рекламу. Устали от огромного количества полигонов? Да! Надоели бездушные ААА-игры? Ещё бы! Считаете, что игры — это искусство? Именно! Тогда купите нашу консоль и выкиньте свою огромную плазму, потому что она вам больше не понадобится. Чёрт у это дерьмо! Ведь наши новые игры потянет даже PS Vita. Более того, теперь на PS4 вы сможете играть в игры с планшетов. Ого! Вот это Next Gen! PlayStation. This is for the prayers. Ну, как вам, Сюхей? Наша фокус-группа аплодировала стоя! Долгожданное событие для всех любителей PlayStation, в частности, моего коллеги-соведущего Ивана Максимова. Иван, вы любите консоли PlayStation? Иван, ну почему вы так расстроились? Сегодня же показали столько новых игр. Например, вот это вот, что бы там ни происходило. Или вот тут, где, помнишь, гигантские вот эти что-то там финали. Максим, Максим. Так, ребят, я, поскольку Максим не может говорить, я скажу за него. Продается PlayStation 4. В комплекте много игр. Недорого. Потому что в жопу это говно. Много игр, потому что когда-то выходило много нормальных игр, а не сплошное инди. Я не знаю, но мне просто в душу насрали. Знаешь, как любимая фраза Геральта была? Ой, нет, не Геральта. Врагов Геральта, вот таких бандитов. Шею голову отрублю, да в шею насру. Этой конференции PlayStation просто вот... Не, не то, что голову отрубила. Ну да, отрубила голову и насрала в шею. Я не знаю, что может быть хуже изобретательнее. Понимаешь, пиар-чеки Sony скажут, что Максим Ванова снесло башню, и конференция оставила след в нем. Понимаешь, вот так это будет звучать на их брифинге потом меди. Слушай, я, честно говоря, не очень понимаю все... Ну то есть, что вообще за отношение к этим конференциям? Как будто бы она там должна... Ты на этой PlayStation будешь играть в кучу мультиплатформенных игр. Следующий год будет... Там будет и Deus Ex, там будет и Mirror's Age, там будет и Mass Effect Andromeda и много что. Тебе будет во что играть. Чего-то я к этим эксклюзивам прицепился. Это выставка, ее цель что-то показать. Я за эти два часа угорел невероятно. Было столько наркомании, столько поехавших тем, столько вот этого странного Индии. И я орал, ты орал. В чате все орали. Я орал не от того, что мне было хорошо. Слушай, ну просто это было настолько смешно. Это было так потрясающе. Когда показывают, как роботы, гигантские роботы. Это было просто скучно. Слушай, мне скучно не было, потому что я со всего этого так угорел. Я общался с чуваками в чате, они общались со мной. Нас звали в Таллин, нас звали в Крым, нам оставляли номера телефонов. Мы подружились с кучей людей, мы подарили хорошее настроение. А теперь какое отношение имеет к линейке игр, которые представила Sony на этой конференции? Тебе не назрать на линейку Sony, тебе будет во что играть в следующем году. Чего ты к этому Sony прицепился? Потому что одно дело, это какие-то мультиплатформенные проекты, а другое дело, это эксклюзивы. Потому что эксклюзивы это важное. Быть лучше, чем все вот эти на ПК и с Xbox. Мне, как фанату бренда, хочется, во-первых, о эксклюзивные игры, в которых будет в грохана куча бабок. В которые не будут играть в странные ПКшники. Да наплевать мне, я просто хочу, чтобы меня развлекать. Да и тебя будут развлекать сторонние студии. Другие люди, а я хочу, чтобы Sony продолжала заставлять меня любить. Я хочу, чтобы Sony. Я хочу, чтобы Sony. Да, я хочу. Ну тебе нравится эта консоль, играй ты на ней в игры от других разработчиков. Ну, пойми, у них полно крутых студий, которые явно что-то разрабатывают. Где God of War? Где Crash Bandicoot? Где Medieval? Где игры, от которых ждали от них? Где все это? Почему нам показывали вместо каких-то важных проектов, непонятно? Опять Инди, 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 Инди. Если у них так устроена производство, сейчас они не могут показать в данный момент. Я не думаю, что они такие... Зачем было показывать... Зачем... Вернее, зачем было устраивать конференцию? Слушай, ну это мероприятие, которое... Это и бизнесовая история. Это и какие-то... Они продавали туда билеты. Это конференция, это выставка. Ты получал какие-то монетки за эти билеты, какие-то карточки, которыми можно потом подтереться, я не знаю. Нет, я не в Сан-Франциско. Ну, ты... Ты поэтому так горишь, да? На прошлый PlayStation Experience нам показывали Uncharted 4. Ну, эти тоже показывали Uncharted 4. Была премьера, было много важных игр, нам показывали Орден. И прошлое PlayStation Experience вообще была бомбой по количеству проектов, которые... Ну, нет у них Ордена, откуда взять его? Ну, откуда взять его? А почему у них нет Ордена? Я не знаю. Почему у них нет новой игры? Если задуматься о том, что выходит эксклюзивно на PlayStation 4 в следующем году, это Uncharted 4 и... Zero Dawn разве выходит в 2016? Я не знаю. В 2016 выходит Ratchet & Clank новый. Ratchet & Clank новый тебе показали. Ты же как вещал, ух ты, такая замечательная Horizon Zero Dawn выходит в 2016 году. Ну, хороший большой эксклюзив. Которую, кстати, тоже почему-то опять не показывали. Хотя ее недавно, конечно, показывали на Paris Games Week, но... Я не думаю, что они просто готовы показать что-то новое, и, возможно, ее даже перенесут. Но, в любом случае, просто надо куда взять E3. Мне беспокоено. Fallout показали за полгода до выхода игры. Посмотрите, какие продажи. Мне кажется, Bethesda выставила намного более дешевый маркетинг. И, возможно, намного более эффективный. Это прецедент. Вспомни, когда мы показали Cyberpunk. Ты помнишь вообще, что такое Cyberpunk? Да, я помню. Но, нет, методы продвижения игр в CD Projekt я вообще не хочу обсуждать в этом смысле. Потому что я тоже не вижу... Поэтому я думаю, что что-то мы увидим в этой логике. Но лично для меня выставка прошла просто потрясающая. Но это было настолько весело. Ну, конечно, если бы я смотрел это без тебя, без наших зрителей и подписчиков, это было бы, скорее всего, скучно, интересно. Я бы это выключил. Но все вместе мы так классно угорели. Это же классный повод собраться всем за одной трансляцией, что-то обсуждать, прикалываться. Даже люди почти даже не жаловались, что мы не переводим. Потому что, ну, что там переводить? Поэтому, я не знаю, может быть... Я не очень понимаю вообще всю эту войну консолей. Вот у этих кто-то. А у этих не то-то. Ребят, ну, у вас есть консоль. Играйте на ней. Мне нравится играть. Играйте на ней. И, Паша, меня просто расстраивает то, что я не услышал ни о каких новых видеоиграх, которые Sony могла бы представить. Тот же God of War 4 и другие интересные штуки, которые меня могли бы заинтересовать. Я, как потребитель, вообще не должен думать о таких штуках, как вот, там, выстраивание плана рекламы на полгода, я хочу просто знать о том, что для меня, вот, я сделал выбор PlayStation 4, и я не должен о нем сожалеть. Я должен быть, постоянно находиться в состоянии хайпа. Я должен чего-то ждать. Меня должны постоянно чем-то радовать. Соли, они исполнители жил. Ой, они должны. Они обязаны. Нет, Sony, любой человек, любая компания, которая предлагает тебе какой-то продукт, в каком-то смысле она является исполнителем желаний. Тем самым джином, который пляшет под твою дудку. Давай попробуй Ведьмака пройти до следующего Sony Experience, хотя бы до E3 попробуй пройти Ведьмака. Я его этой зимой, да пройду, мне осталось там совсем немножко. Вот, и потом, не знаю, есть во что играть на всех консолях, если серьезно. Куча мультиплатформ, и на PlayStation уже, PlayStation уже подарил тебе кучу классных эмоций. И все эти игры будут просто не в данный момент. Что происходит с Agent, игрой от Rockstar, которая вообще изначально была шпионским боевиком, которая выходила эксклюзивно для PlayStation 3? Какой статус у него вообще? Где Last Guardian? Опять же Last Guardian. Где Half-Life 3? Ну, Half-Life 3 это кончная история. Его уже просто никто не ждет. Нет, ждут, конечно, но это как люди, которые ждут пришествия. Ох, да. Ну, в общем, Half-Life 3 и второе пришествие, это примерно одного уровня фантазма. Я думаю, что просто Sony сейчас единственное, что могут, это подписать Киржакова, который скажет, что ожидание фанатов — это их проблемы. Я не знаю. Меня классно повеселили. Я дичайше угорел с кучей наркомандских игр. Нам концертцев показали еще раз VR, нам объяснили, как это будет работать, как это будет... Ну, с VR было достаточно неплохо, хотя и чего-то сверхъестественного я не увидел. Понятно, что это техно-денки, это примеры того, как это будет. Это было как раз более-менее любопытно. Но у них есть намного более хорошие игры для VR, которые они уже показывают, что журналистам могли бы показать здесь. Могли бы. Так что, я не знаю, я на конференции дичайше угорел, поорал, получил уйму хоров настроения, как и те, кто... Как и те 900 человек, которые смотрели нас, судя по их отзывам, были очень рады. И как бы, ну, не от игр, но от того, как мы все это все вместе обсуждали, как мы вместе угорели. И это классно. Я зарядился классными эмоциями, поэтому для меня отбилось по эмоциям выставка три раза. Для меня на выставке было как минимум три светлых пятна. Это, во-первых, презентация моего горячо ожидаемого мною Uncharted 4. Это первые геймплейные кадры ремейка Final Fantasy 7 и, конечно, Ratchet & Clank. Вот. Давай поподробнее остановимся, наверное, на Uncharted 4. Uncharted 4. Это видеоигра приключенческая, вышедшая на платформе PlayStation 4. Которая только выйдет. Только выйдет, Бабар. Весной на... Нам показали еще один небольшой ролик, который показал, что к Дрейку пришел какой-то мужик, и, в принципе, ничего интересного. Не какой-то мужик, это его родной брат. И, на самом деле, их отношения, их первая встреча трепетная, она для меня была каким-то особым, не знаю, моментом. Я, на самом деле, даже немножко расстроился, что мне проспойлерили вот этот момент воссоединения семьи. И, блин, это мило. Во-первых, мы начнем с того, что мы увидели Дрейка за будничной работой, где он сидит каким-то клерком за столом и заполняет какие-то бумажки, ставит штампы. Им настолько скучно. В интервью с Эриком Моначелли из Naughty Dog я как раз спрашивал Эрика о том, что вообще-то, чувак, я не представляю, как Дрейк, который убил кучу людей, который всю свою жизнь построил на погоне за сокровищами, и как он будет выполнять эту скучную работу. И нам показали, что, видимо, через силу, ради того, чтобы Лена продолжала ему давать, его жена возлюбленная. Чтобы купить ей браслетик с Пандоры. Да. И цветы каждый день. Вы знаете, Дрейк, наверное, мало играл в джоб-симулятор, который нам показали на PlayStation 4. Это игра, где вы ходите на работу в VR. Вы можете не пойти на работу и сидеть дома, играть, как вы ходите на работу. Звоните начальнику, мне сегодня что-то в горло палит, я не приду, идёте на работу туда. Да, в видеоигре, ха-ха-ха. Обманул систему, дурацкая книжка, не буду тебя читать, лучше послушаю, обманусь систему. Вот, поэтому, если бы Дрейк играл в эту игру, он намного легче отнёс бы к своей судьбе и не обязывался бы в эти опасные, бессмысленные приключения. Да, но это даже их встреча, какой бы любопытной она ни была, не самая занятная часть этой презентации, коротенькой. Нам показали вариативные диалоги в Uncharted 4. А там есть вариант, что нет, брат, иди, пожалуйста, нахер, а я буду сидеть тут, заполнять бумажки и куплю Лене браслет из Пандоры. Нет, ну, само собой, во-первых, Uncharted — это линейное кино. Там ещё меньше смысла, чем в играх в пироват. Ну, игра не про это, но ты можешь как-то изменять диалоги про себя, и даже там, в разговоре с братом, ты мог рассказать своему брату, с которым ты не виделся кучу лет, о котором ты думал, что он мёртв. Ты мог поделиться и рассказать ему историю с тем, что с тобой приключилось в Uncharted 2, Uncharted 3, Uncharted 1. В принципе, это и персонализирует историю. То есть, делая хотя бы какой-то минимальный выбор, ты уже как-то прикладываешь на себя какое-то решение персонажа, и лучше ассоциируешь себя с ним. Это более глубоко погружает игрока в игру, и, во-вторых, и так можно узнать, что было в первых трёх частях. И опять же, динамические диалоги нам показывают то, что, видимо, Naughty Dog отказалась совершенно от... Хотя, возможно, это и было уже известно заранее, просто я упустил как-то этот момент. Но пререндеренных роликов больше не будет. Все ролики видеоигровые будут строиться именно на игровом движке, и мы это видели по плавному переходу от ролика к выбору, собственно, линии диалога. И если, кто не знал, Ванчердер 3, 2 и 1 использовали пререндерные ролики, именно благодаря этому мы никогда не видели загрузок, кроме самой первой, которая при входе в игру. Ну, в принципе, после Ордена я верю, что на PlayStation можно воспроизвести CGI любого уровня, так что я не сильно удивлён. Но это всё ещё приятно. Да. Счастье, которое не очень понимает Паша Пиловаров, которое... Вернее, он не понимал, пока не показал ему изначально то, что было, с каким материалом пришлось работать Square Enix, это ремейк Final Fantasy VII. То, как выглядит игра сегодня, это не передать славами, друзья. Если... По сравнению со старой игрой, само собой. Вы не подумайте, что это супер-триплэй-блокбастер с кучей полигонов и шейдеров? Это в сравнении с оригиналом. Это невероятный шаг. Да, это... Напомню, что оригинальная Final Fantasy VII выходила на PlayStation 1, и это была игра о двух полигонах, прям скажем. То, что модель... Ну, чего требовать от PlayStation 1? Я уверен, что в тот год, когда она вышла на PlayStation, она была верхом передовой графики и далее, далее, далее. А сейчас игра просто выглядит круто, и для меня, как фанату, который проходил Final Fantasy VII ещё на... Ну, не на самой PlayStation 1, но на эмуляторе, PlayStation 1 на PSP, для меня было очень трогательной штукой увидеть это в действии и увидеть любимую игру, любимую часть Final Fantasy вот в таком похорошевшем, настолько похорошевшем обличье. Выглядит очень здорово. Я понимаю, что ты, Паш, сейчас качаешь головой, потому что для тебя Final Fantasy VII не значит ровно ничего, но... Так же, как и Final Fantasy XIV и 128 и 256. Ну, XIV и для меня не значит абсолютно ничего, но Final Fantasy VII это... игра вот из-за того времени, когда я дико угорал по JRPG, по японским играм. Вот, да, был такой. Я, когда купил компьютер, я был дураком, я играл, гриндил себе уровни. В линейке 2. И вместо того, чтобы играть в нормальные игры на мощном ПК, я играл в Final Fantasy IV, V, VI, которые я проходил через эмуляторы на своем компе. Сюда огромные пиксели на экран. Я начал играть в условное двухмерное инди, до того, как это стало мейнстримом. Может быть, ты еще в линейку играл? Нет. Ябанофил, а? Никогда. Итак, друзья, если вы устали от бесконечного гринда пушек в Destiny, вам надоели квесты и монстры? Ехайте нахуй на Спэррол. Новый режим в Destiny это СРУ. СРУ. Не совсем. СРУ. СРУ. Я вижу, что ты делаешь, Паша. Но на самом деле это не совсем новый режим. Это трехнедельный ивент, который будет доступен в течение трех недель. Где вы сможете кататься на Спэррол по каким-то трассам с какими-то препятствиями. И на самом деле эти маленькие аналоги Пидера из Звездных войн довольно-таки прикольные. Они весело играют, весело управляются. И я всегда очень любил просто перемещаться по карте, на них туда-сюда. И это потрясающе. И считаю, что такое дополнение Destiny, такой ивент для Destiny это очень круто. Ну, знаешь, о чем я подумал, что такой же аналог какого-то такого ивента было бы очень круто намутить для Star Wars Battlefront. Кстати, если вы не знаете, то, к счастью, именно вот небольшим кусочком, когда вам нужно было на Спидерах преодолевать вот этот уровень в лесу во время обучения в Star Wars Battlefront, делала студия, которая разрабатывала, угадай что, Burnout. Да. И критерий, не только Burnout, еще и NFS Most Wanted 2012, который был довольно-таки неплохим. Но, знаешь, я, кстати, о чем подумал, я думаю, что уровней со Спидерами будут очень много, очень много. в какой-нибудь DLC за 3000 рублей за три уровня для Спэррол. Я с удовольствием, потому что... Ты очень податливый. Нет, я не очень... Ладно, даже если я очень податливый. Просто по... Ну, неужели тебя уши не закладывало от того, насколько круто было вот по этому лесу на Эндорию кататься? Я вслух орал. Я орал, как будто я ехал на американские горки, кто-то сделал трансляцию. Не дадут соврать. Я реально орал. Вот реально орал. Это было очень круто. Да. Очень круто. Особенно вот эта надпись «Вас убивает неосторожность». Как будто покурил, не забыл сигарету подушить и в итоге сгорел. Стофутовый робо-гольф. Ну, это вот... И это квинтэссенция всей презентации Sony, когда огромные роботы Десептикона-автобота играют в огромный гольф друг против друга. Бегают по огромным рушащимся зданиям и, блин, это Sony. Они умеют приколоться. Мне кажется, вся эта презентация была одним большим приколом. Но это настолько в угар, настолько орно. Нет, это и правда было одним большим приколом. Это было шоу. Потому что в конце шоу на сцену вышел Валдис Пейдж и сказал, что «Друзья, да это розыгрыш!» Но вот эта игра про стофутовых роботов, она реально понравилась даже мне, потому что она настолько хороша в своем безумии, что, ну, отрицать это, это значит совсем уходить в какое-то говноедство. Поэтому это какой-то невероятный бред, но пока что это выглядит очень крутым бредом. И весело, и, возможно, кстати, есть шансы у этого занятия стать новой какой-нибудь широкий длигой. Как они это придумывают? Я не знаю. Что футовый робот? И что робот? Что робот? Играет в гольф! В гольф, да! Киоу! Знаешь, я слышал недавно марихуана легализовали в части штатов США, в части, в Калифорнии. Там специальный отдел по креативной разработке. Так что в планерке? Там они и придумывали, что покажут на этом мероприятии. Йоу, чувак! А давай, давай, роботов толбанем, давай! Да брось, кто на это деньги даст? На следующий день такой совет директоров Sony. Да, однозначно! Инди! Да! Рвут на себе футболка, там майка с этими роботами. Сначала свет директоров покурил, тоже очень-очень-очень плотненько. Очень хороший став. Совет директоров с красными глазами. Совет красных директоров. А потом в метро принимают. Ratchet & Clank. Наконец-то! Наконец-то мы увидели эту игру в действии еще раз. И на нее сложно не обратить внимание, потому что сама игра выглядит как оживший мультфильм студии Pixar. И я не преувеличиваю, потому что сама игра реально выглядит именно так. Вы можете сравнить уровень анимации, уровень графики с мультфильмами, которые привыкли видеть в кинотеатрах. И я считаю, что это большое достижение Insomniac Games, которые превращают и так отличную серию платформеров. Такое развлечение для своих, потому что на PlayStation 4 игры этого жанра добрых, милых, домашних, семейных платформеров, которые вы могли бы играть со своим отцом, со своими детьми, которые при этом были бы интересны еще и взрослой аудитории, потому что Ratchet & Clank это отличная история про дружбу между Ratchet & Clank существами. Внезапно. Да, и в этот раз вам будет еще проще вникнуть в историю, потому что новый Ratchet & Clank перезапускает всю ту историю, которая длилась многие годы, потому что предыдущие игры серии выходили на множество платформ PlayStation, начиная с PlayStation 2, заканчивая PlayStation 3, PlayStation Vita, PSP и так далее. И это классный момент вникнуть в эту историю, и нам показали момент знакомства Ratchet & Clank'а. Корабль Clank'а упал на землю, Ratchet подал ему руку помощи, предложил его залатать, и так начинается их незабываемое доброе, наполненное при этом какими-то... Интересными. Нет, преградами! Преградами приключения. В самом геймплее появляются всякие забавные штуки, вроде когда ваши враги начинают пикселизоваться и рассыпаться на пиксели, а нереально даже сюда Sony умудрилась всунуть инди, кстати говоря. Или вы запускаете огромный шар, и ваши враги, как в каком-нибудь Saints Row при помощи дупстепгана начинают танцевать диско. Это выглядит мило, это выглядит интересно, это выглядит динамично, а Insomniac Games всегда славились в первую очередь тем, что они всегда очень грамотно, очень креативно подходили к разработке оружия, и оружие в их играх Resistance и даже Fuse не самой удачной игре, о которой наверняка уже многие не помнят, было изобретательным, оно всегда сильно отличалось от того, что мы видим в других видеоиграх или других каких-то представителях жанра. Поэтому я верю, что Ratchet & Clank станет одной из жемчужин PlayStation 4, и даже несмотря на то, что в последние годы Insomniac Games немножко сбавили обороты, и я верю, что игра сумеет сделать то, чего не получился у Knack'а. Knack-смейчак, которого запускали в первый год жизни PlayStation, вернее, она выходила на старте PlayStation 4, но что-то пошло не так, и Cerney, может, оказался не таким талантливым сценаристом, визионером, как он о себе думал, или, может, больше он был занят разработкой архитектуры PlayStation, но Knack получился милым, но он получился не таким, каким бы, не знаю, хотели бы, наверное, взрослые дети и поклонители серии Ratchet & Clank. Ну, классно, что они вытянули игру из чулана, решили перетряхнуть всё и вдохнуть в неё новую жизнь на PlayStation 4. Ну и классно, что люди, которые срать, кто такой Ratchet & Clank, получат возможность узнать историю сначала. И это тоже. Пройти её, да, на актуальной платформе, на красивой платформе. Поэтому я обеими руками за. Макс, я понять не имею, что это за Нина, что за Нина, какие куни, что происходит вообще? давай уйдём в семантику. Что тебе говорит название? Нина куни. То есть какая-то баба, и она то ли любит куни, то ли любит делать куни, и... Причём здесь PlayStation? И почему 2? Потому что 2... Ладно. Ладно, во-первых, игру разрабатывает студия Level 5, которая вообще-то имеет прямое отношение к Хаяо Миядзаке, легендарному японскому аниматору, который выпустил ваши любимые мультфильмы, которые должен, на мой взгляд, я, конечно, не навязываю, но на мой взгляд, если вы не смотрели ни одного мультфильма Миядзаке, то нужно восполнять эти пробелы, потому что это всегда невероятно трогательная история с потрясающей рисовкой от студии Джибель же, да, по-моему, Джибель. Слушай, а он не брат Хидатака Миядзаке? Нет, нет, нет. Давай без этих вот глупостей, Ну, они же он Миядзаке. А, знаешь, есть Иванов министр бывший, есть я, мы не родственники. Не все, у кого одна фамилия, они не все между собой повязаны, да, поверим. Ну, хотя я и моя мама повязаны, потому что у нее тоже фамилия Иванов, но это просто совпадение. Если я черный и еду в машине, это не значит, что я угнал эту тачку. Понял? Нет, конкретно эту я угнал, то не потому, что я черный. Так вот, если вы не знаете, кто такой Хияо Миядзаки, это автор таких мультфильмов, как «Ветер крепчает», «Унесенный призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Татора», множество шедевров, человек, который сделал для жанра мультипликации, я никогда в жизни не назову это аниме. Столько, сколько не сделал, наверное, никто другой. Я ходил на «Ветер крепчает» в кино, и я растрогался до глубины души, моя девушка тоже растрогалась, и в конце она просто прижималась к моему плечу, потому что, ну, действительно, финалу «Ветер крепчает» был очень трогательный и пробирающий до недок души. Как скажешь, ты прошел Нина Пунина Платину? Нет, я вообще не играл в Нина Пунина, потому что, на самом деле, у меня были проблемы, вернее, я не играл, но люди, которым я доверяю, рассказывали о том, что да, это прекрасная история о мальчике, который потерял маму, который получил волшебную лампу, и при помощи этой лампы он переместился в другой мир, и это все такая трогательная история, которая выполнена в стиле рисовки типичной, вот этой фирменной рисовки студии Хаяо Миядзаки, которую пытается воспроизвести Level 5, эта студия, которая занимается компьютерными играми, она вышла трогательной, она вышла интересной, но там было очень много проблем именно с тимплейной точки зрения, то есть, это бесконечный гринд, это утомляющая боевка, но на самом деле больше всего меня смутила гринд и длина игры, поэтому я не фанат первой Нина Куни, и как раз-таки меня этот гринд и остановил от того, чтобы попробовать нее, хотя я реально, я очень долгое время и на всех распродажах я думал о том, чтобы погрузиться в это, но потом вспоминал, что японские игры с гриндом для меня никогда не заканчивались хорошо, и я ее каждый раз откладывал, но Нина Куни заработала у своих фанатов, она получила хорошие оценки, и я уверен, что Нина Куни 2 стала в принципе одним из самых ярких анонсов и моментов вообще всей PlayStation Experience, и судя по тем аплодисментам, которые прозвучали в зале, кто-то там как-то свистел, кто-то утирал слезы умиления, это действительно важный анонс, который опять же мало кто ожидал. Ну ты понимаешь, были же анонсы вообще? Нет, анонсы были, я не говорю, что выставка совсем прошла бездарно, просто из этих двух часов самой выставки, которые нам показывали, действительно важных моментов может набрать было минут на 10, а если брать просто какие-то отдельные смешные штуки вроде стофутовых роботов, ну ладно, 20 минут, ну опять же, 20 минут, 2 часа и... ээээ, что-то я не понимаю в этом мире. Теперь я это точно не куплю, потому что я понял, что игра не в ракуне. И с вами был 22-й выпуск подкаста «Не занесли», который наконец-то выбрался из ямы с ху... Нет, мы упали в неё снова! Ещё глубже! Вместе со всем PlayStation! Нет, только не инди-игра! И с вами был редактор Канова Максим Иванов, а также мой коллега главный любитель куни во всём мире Павел Пихуаров. До новых встреч, друзья! Девушки, дышите и моетесь почаще. Очень внимательно! Он же вымышленный, иди в жопу! Он же вы... Вы... Перепутали расположение вымышленного города. Что он? Устоять. Господи, на 100 километров... Перепутали... Китиш, блин. Какой Китиш? Китиш Кратов, ищет Китиш Кратов. И где он находится? Да, блин, вот в том-то и дело, Мак! Ну, я не... Никто не знает. Вырежем это. Рэчит Эн Кланг 2. Нет, блин. 2. Какого ху? Не 2! Пошел на хуй! Пошел на хуй!